День Победы над нацизмом сегодня отмечают во многих европейских странах. В Варшаве в эти минуты проходят также памятные мероприятия о том, что этот день означает для Европы и для Польши. Почему Россия не имеет права приватизировать победу во Второй мировой войне. Обсудим эти и другие темы с нашим следующим гостем. Игорь Исаев, журналист, к нам присоединяется. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Украина. Здравствуйте, студия. Ну вот только что мы видели, как День Победы над нацизмом отмечают во Франции. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия 8 мая проходят в Польше? Много ли людей собирается обычно? И что для людей сегодняшний день означает? Ну, смотрите, давайте посмотрим на Европу немного шире. Тут есть, я бы сказал, три группы стран, где эти празднования отличаются и очень сильно отличаются. С одной стороны, вы вот показали Францию, которая является таким выразительным альянтом из Западной Европы, ну, скажем так, из Западного мира, для которой это действительно важный праздник. Есть группа стран, скажем так, восточных альянтов, которая оказывалась в, ну, в советской, скажем так, в советской зоне Советского Союза. Это вот, например, Россия, где очень там пропагандистски это все происходит. Или это такие страны, как Украина, Латвия, Литва или Эстония, где дата 8-9 мая, вот эти две даты, они слитно, так скажем так, сочетаются. Они имеют или яркий пропагандистский оттенок, или в связи с этим ярким пропагандистским оттенком, я имею в виду Кремль, они имеют яркий антиколониальный оттенок. Это вот Украина, это страны Балтии, это, возможно, Молдова также, но это все в связке такое происходит, да, то есть такое тоже помпезное торжество и антиколониальный дискурс, который от этого торжества отличается. Есть еще вот такая группа стран, Польша, тут как раз страна очень специфичная, где, в принципе, мы не можем праздновать ни победу, потому что у нас гражданская война началась, на самом деле, в 45-м году с приходом Советской Армии, которая длилась до 47-го года, да, то есть Польша вот эти вот два года после окончания Второй мировой войны шла гражданская война. Очень кровопролитная, очень, которая расколола страну, и до сих пор эти расколы совершенно не преодолены, они видны в национальной памяти. Эта война шла по очень разным лекалам в разных регионах. В юго-восточной Польше, например, были отделы украинской повстанческой армии, которые боролись с отделами армии краевой или тех формирований, которые образовались после армии краевой. А была еще коммунистическая власть, которая и тех, и других пробовала как-то побороть, и эти же тоже против коммунистической власти сражались. Было много еврейских погромов, больше, чем 200. Так что Польша вот этот вот день, ни 8-е, ни 9-е мая не имеет вообще никакой, скажем так, такой окраски ни как в странах Балтии, ни как в Украине, ни как в Москве, ни как во Франции. Ни как во Франции, подчеркиваю, потому что это просто день, когда официально мы немножко этот день позычили, наверное, от Франции. Вот эти вот 8-е мая как день памяти и примирения. Но оно никоим образом, мне кажется, не перекладывается на какие-то общественные настроения. В Польше есть значительно, скажем так, более празднуемые обществом другие дни, связанные со Второй мировой войной, которые как раз отмечаются и на государственном уровне, и на общественном уровне, значительно более шире, более масштабно и с более внятным каким-то посланием, которое также сочетается вот с польской национальной памятью, чем 8-е или 9-е мая. Если мы говорим о какие-то дни, да, это, например, 19 марта, это день восстания в Варшавском гетто, самое большое восстание еврейское. День начала Варшавского восстания, это 1 августа, и это вот отмечается как бы очень сильно. Ну и это значительно больше резонирует вот, собственно, с тем, как мы видим и тогдашнюю Польшу, состязающуюся между двумя тоталитаризмами. И вот поэтому ни 8-е, ни 9-е мая это для нас ни день победы, ни окончание Второй мировой войны. Вы знаете, вот мне пришлось, простите вас, перью, мне пришлось общаться со многими поляками, и в том числе историками, и многие говорили, что наоборот, для них это важный праздник. Почему? Потому что Гитлер как раз хотел уничтожить поляков, вот как говорилось, на генетическом уровне буквально. И мы помним, что на территории Польши было фактически самое большое количество концлагерей, самый страшный концлагерь Аушвиц, он также был на территории Польши. И на территории Польши в этом концлагере Аушвиц впервые был испытан газ «Циклон», и впервые он был испытан как раз в том числе и на поляках. Ну, смотрите, вот я как раз и говорю о том, в Польше, если вы с любым историком, причем разных взглядов совершенно, будь то консервативных, либеральных или левых, пообщайтесь, он всегда после того, как скажет, что советская или красная армия освободила Аушвиц, он поставит запятую всегда и скажет, но свобода она в Польшу не принесла. Любой историк вам это польский скажет. И вот в связи с этим я как раз и говорю, что... Ну, те события, знаете, те события, которые были дальше, можно отдельно тоже обсуждать и борьбу с коммунистической системой, но то, что был побежден нацизм, мне кажется, что вот как раз для Польши это было в первую очередь тоже очень важно. Вспомним, кстати, что и первый айнзацгруппой, которая уничтожала людей, в том числе и в Бабьямеру и в других местах, они также практически появились в Польше, где нацисты уничтожали поляков. Смотрите, ничто это как раз не отрицает того, о чем вы говорите. Я просто вам говорю, как это перекладывается вот именно на общественные настроения и как в обществе. Общество вот видит это восьмое и девятое мае. Просто да, действительно, коммунистическая польская власть вот это вот девятое мае настолько заминировало, что мне кажется, что как раз и восьмое у нас. Ну, восьмое как бы... Мы действительно из восьмого сделали День памяти и примирения пару десятков лет раньше, чем Украина это сделала, да. Но это как бы... Это просто официальная дата. Я вам говорю о том, что есть в Польше даты, связанные со Второй мировой войной, которые значительно больше... Я, например, не знаю никого, при том, что я хорошо знаю варшавских людей, в частности, интеллигентские семьи, которые тут вот поколениями живут, и которых там деды-прадеды боролись и в варшавском восстании и так далее, и так далее. Ну, я никого не знаю, кто сегодня вот пошел на церемонию, которую вот сейчас ведет президент. Но это официоз, да, это официоз, который мы таким образом переняли. На том месте, с другой стороны, вот как раз те даты, которые я вам говорю, день восстания в варшавском кетто, день начала варшавского восстания и день освобождения Аушвицца, кстати, январь, конец января, это вот как раз те даты, которые мы все ходим отмечать вместе, вспоминать, взявшись за ручки, как раз обществом всем польским, да, большой его частью. То есть это как раз то, каким образом мы наблюдаем, наблюдаем то, как Вторая мировая война, вот, собственно, Польшу не только поделила, но просто покромсала, да, покромсала на части. И вот этот вот день памяти и примирения, который есть сегодня, он немножко таким стоит официальным куполом, чтобы как-то вот эти вот наши все памяти между собой, ну, я не знаю, соединить во что-то одно. Потому что не тайно так же, что деды многих из поляков воевали на стороне коммунистической армии. Деды многих из поляков воевали в независимой армии краевой, да, которая боролась за польскую независимость против коммунистов и против нацистов. Есть те, которые состязались в национальных армиях, та же украинская повстанческая армия, которая была большая. Есть те, которые состязались в еврейских загонах. Есть те, которые... И они же между собой тоже воевали. И это, ну, большая-большая трагедия для польского народа. Но для Польши как раз важно также то, что 9-8 мая там не было точки. Там были три точки. И после этого началась, на самом деле, очень тяжелая гражданская война, которая была значительно в смысле символических посланий. Она была значительно сложнее, чем Вторая мировая. Потому что во Вторую мировую мы знали, кто наш противник. Это нацисты и это, конечно же, коммунисты. Хотя с коммунистами уже, как вы знаете, вот эта вот коммунистическая, а может кто-то не знает, людова армия Польши, она формировалась из многих поляков, которые жили в СССР и которые как раз пришли вместе с советской армией освобождать, но для многих поляков как раз не освобождать Польшу. И вот эти вот, когда начались вот эти, скажем так, неоднозначности, кто наш враг, это как раз период 45-47 год. Игорь, а вот если перенестись в день сегодняшний, да, вот с первых дней полномасштабного российского вторжения Польша помогает Украине. Вот от российских бомб сюда бежали миллионы женщин, детей, стариков, да, вот их приютили, помогли жильем, дети пошли в школы, в садики. Польша помогает нам оружием. На пути вступления в НАТО и ЕС Польша тоже главный наш союзник. Да, вот именно так поступают настоящие друзья и соседи. Но еще, наверное, поляки, да, вот пережившие все ужасы Второй мировой войны, о которых мы говорили, как никто понимает, к чему могут привести вот аппетиты новоявленного Гитлера, если его не остановить. Вы знаете, это как раз вот перекликивается тоже с тем, что я перед этим говорил. Сегодняшняя атака России на Украину, она очень однозначная. Она ставит как раз белое-белое, черное-черное. Да, здесь нет вот этой вот оттенков серости, которая в Польше была в 45-47 году, после окончания Второй мировой, когда не было понятно, кто свой, а кто чужой, кто прав, кто виноват, с атакой России на Украину, как раз для многих поляков и жителей балтийских стран, ну, мне кажется, что для многих жителей и других также мест в Европе, все очень однозначно стало. Да, и вот в истории Украине как раз, ну, я не знаю, не будет ли каким-то профанацией, если я скажу такое слово, повезло с тем, что это все так однозначно. Настолько вот белое является белое, и оно по стороне Украины, а черное является черное, и оно по стороне, конечно же, Кремля и России. И здесь, в этом отношении как раз Кремль проигрывает символическую войну, абсолютно. И важно здесь то, что Кремль, возможно, рассчитывал, что вот этот вот нарратив о том, ну, черно-белый, скажем так, условно, нарратив в 22-м году Европа не примет, что, возможно, это останется за, скажем так, доменом Польши и Балтийских стран, но нет. Если мы посмотрим, как бы, как ведет себя Европейский парламент, как ведут себя органы многих европейских стран, национальные также, то вот этот вот польский нарратив и Украине в этом отношении тоже дипломатически повезло. Он из Польши и стран Балтии, он все-таки понемногу-понемногу, но двигается в Западную Европу. Даже если вы посмотрите на Германию, которую есть за что критиковать и которая во многом сомневается, но все-таки вот этот вот черно-белый польский нарратив по поводу российской агрессии семь десятков лет назад и сегодня, он понемногу, но все-таки медленно, но верно захватывает умы западных политиков. Все, Европейский Союз уже не перестроится так легко на старой колей, скажем так, отношений с Россией. Тут очень все становится черно-белым. Скажите, вот в адрес Польши, да, вот за этот последний год звучит очень много угроз со стороны России, да, и кинжалами они грозились ударить, и ядерную бомбу на Варшаву сбросить, послу угрожали физической расправой. Ну да, делают это пропагандисты типа Соловьева или Медведев, которые, ну, которого уже только в роли паяться разве что воспринимают. Можно как угодно относиться к этим угрозам, да, не воспринимать всерьез, но все же, да, вот почему они так бесятся? Ну, наверное, потому что они как раз не просчитали вот того, что им не удалось из Польши сделать, скажем так, ставка была на то, что Польша и Балтийские страны, это будет как раз вот такой вот условный психопат, который будет орать психопатически в своем руссохобском тоне. Я сейчас утрирую очень сильно, да. И что России удастся представить вот как раз перед Германией, Францией особенно, вот эти вот восточноевропейские, центральноевропейские страны, как такие как раз, ну, условно, генетические, руссохобские и вообще психопатические какие-то общества, которые не совсем понимают, как живет мир. Им это не удалось. И как бы это, мне кажется, что это инерционная немножко так война, они дальше пробуют вот таким вот образом представлять Польшу такой психопаткой руссофобской. Ну, получается, видите, совершенно обратный эффект. Вот эти вот все заявления как раз на Западе воспринимаются, что руссофобские психопаты — это не Польша или Литва, Латвия, Эстония, а вот авторы таких заявлений, и все. То есть как бы это инерция. Это инерция, инерция, причем достаточно больная, наверное, инерция. Да, которую уже во всем мире никто не воспринимает. Спасибо огромное, спасибо за ваши комментарии, за эту содержательную беседу. Зрителям напомню, Игорь Исаев, журналист, был с нами на связи. Спасибо.